И так, дамы и господа, третья БС-103 серия на сегодня, квалификации к американскому минору, все верно, и давайте посмотрим на команды Е-Юнита против команды Закьюз, первая карта Дионюк, пик команды Закьюз. Начинают они в защиту своей карты, пистолетка, начинается очень интересно, потому что парни решают пожать будку, но тут Мус вроде как останавливает эту агрессию, дал минус, но позиция Испан же очень была интересная, как он оказался в итоге над игроком атаки, но все-таки Е-Юнита зашли на Аплент, установили бомбу, и теперь в паритете попытаются разыграть эту ситуацию до победного раунда для себя. Ну что ж, ритейк 3-3, один в один размен случился, и в Ваните вместе с Купер мастутся вдвоем, один в планете, другой в будке, и только чистая стрельба здесь спотет команду Е-Юнайтед. У Вольтейджа, по-моему, еще и заканчивались патроны в этом эпизоде, посмотрите, палец, увидели? Это был просто эпик момент, мне кажется. 1-0 за командой Е-Юнайтед, пистолетка на слабой стороне, плюс это пик соперника, это карта Денюк, что не может не радовать, конечно же, ребят и фанатов, которые ставили на команду Е-Юнайтед, и, в принципе, саму команду тоже, потому что, опять-таки, пистолетка за слабую сторону, причем еще и пик за Кьюз, что самое важное. Эко-восполнение защиты и, в принципе, шанс выйти на те самые стартовые 2-0 за командой Е-Юнайтед. Ну, вот с Маком пока что скрипт закрыли, тут просто дефолтные пистолеты у игроков обороны в рамках этого раунда, и, ну, смотрел куда надо, дождался своего минуса, ну и дальше пошла работа по точке Б. Команда Е-Юнайтед, тут уже винтаг прожидает Ванити десантуры от команды Закьюз, и это может быть интересно. Е-Юнайтед, где все-таки находится плент, интересно. Плент уже на Б. Да, марки занимаются на бомбе, и ситуация 5 на 4, ну, тут понятно, конечно, без каких-либо... Без каких-либо сомнений, что этот раунд должен уходить для атаки также. Осталось только найти 4 игроков команды Закьюз, и вот Ванити вместе с тиммейтом уже занимается поиском, в принципе, и Квист выбирает себе интересные позиции и уходит все вместе на КТ. И, да, становится за трактором, или за погрузчиком, скорее всего, наверное, так будет правильно называть эту позицию. Ну что, Е-Юнайтед. Найдут ли эти позиции? Ну, судя по всему, нет, но в любом случае 2-0. В раунд взяли. Да, не подфармили, хотя было куплено аж 3 формилки, еще и Ванити, кстати, взрывается. Интересно, почему не отошел на безопасную дистанцию, безопасную позицию, но... Его решение. Придется перекупать Девайс, это МакТен, хотя бы был Юмпик. То есть еще и Девайс хуже оказался его в руках в третьем раунде. Но в этом тра-раунде уже в Закьюз появляется Байль, и формилка тут, возможно, ни к чему. Был бы, конечно, лучше бы здесь Юмпик, ну или АК-47, но... О Калаше речи не шла, потому что денег было недостаточно у Ванити. Ну что ж, третий раунд и попытка от Кьюз. Первый раунд за Девайс взять на первом Девайсном. В общем-то, две Эмки, Фамос, Гримма и два ОГУ Вольтеджа вместе с Эксидом. Кстати, про раскидки все не так уж и хорошо для команды Закьюз. То есть, посмотрите, там по одной, по две гранаты имеется у каждого игрока выход Сикрет. Потом, соответственно, в сторону Б продвигаются игроки атаки, нашли тут размен. Да, потеряли одного, но спанжи забрали. Теперь винты раскидывают молики в эту позицию, не давая перетянуться Закьюз просто-напросто здесь. Ну и Вольтедж на вилке. Кстати, перекрестный огонь, но его позицию Смоком закрывает. Вольтедж все-таки пушит этот Смок. Фут. Поджидают Гримма. Гримм выходит прямо на прицел, в общем-то, дождался фута своего минуса в этом моменте. Посмотрите на позицию Закьюз. Они окопались на точке БФС втроем, но Юнайтед могут просто по этой информации стянуться сейчас на точку А, где уже оказывается как раз-таки, по-моему, Купер. Ну и приходит понимание того, что точка пустая. Еще и Мусс, отличная позиционка. Выгоняя с девятки игрока обороны, который был единственным на точке А. И вот Юнайтед. И выбрали правильный вектор атаки. И в итоге Мусс разбирается еще и со Снейкисом, который оказывается у него в спине. Но разворот и реакция тут, конечно, на уровне игрока атаки, поэтому... Не погибает Мусс, еще и Ванити тут. На отходе закрывает вольтеджи, он не дает засейвить. И 3-0 за команду Е-Юнайтед. Таптик снова привет. Да, друзья, всем еще раз здравствуйте, всем доброго времени суток. У кого-то ночью, у кого-то, возможно, уже утро, но у меня час по московскому времени. Тем временем Е-Юнайтед против команды Закьюз. Первая карта Дейнюк. И ставится первая тактикал пауза, причем от команды Е-Юнайтед. Хотя парни ведут 3-0, не знаю, к чему это, конечно, пауза. Возможно, как-то стоит что-то обсудить. Я уж не знаю, что случилось. Ну и пока что по пикам банам, дорогие друзья, давайте еще раз пройдемся. Вторая карта будет у нас ДАЗ-2, пик Е-Юнайтед. Эту карту они играют довольно-таки часто. Судя по винрейту и судя по истории матчей. Ну и третья карта Аверпасс. Которой сегодня также играли американские команды, но это было в первой Бальсту в 3 серии, когда играла команда Тим Ван против АСК. Окей, там была первая карта как раз-таки Аверпасс. Аверпасс, возможно, нас тоже ждет, но не факт, не факт. Четвертый раунд. Карта Данюк и пистолетчики Узакьюз. И только один арморовый Ксида. Е-Юнайтед продвигаются по улице. Но Ксид уже падает винты, кстати. Мус, возможно, услышал как раз-таки эту перетяжку. Но Е-Юнайтед, по-моему, не останавливается. Дальше будут проходить Сикрет. Ну и, кстати, Е-Юнайтед из-за прошлого раунда нашли себе два трофейных Ауга. Плюс у свежка от Ванити. АК-47 у Мусс вместе с Вудом. Грим занимается-таки поближе позицию к Амейну. Есть позиция в будке. И Юнайтед пока что немножечко в атаке застепарились. Нет, Фризи, мне кажется, уже ушел. Поэтому 3-2-2 уже нас не ожидает, дорогие друзья. Американский рофли КС. Но я бы не сказал, потому что все-таки игра за слот на минор. И как-то рофли здесь, наверное, ни к чему для команд. 50 секунд. Ну прям слишком пассивная игра от команд. В целом-то Ванити там получает некоторую долю урона. Но Купер, кстати, отвечает. За это дэмэдж по тиммейту по Снекису. И это минус. Первый за командой Е-Юнайтед. Также Купер не оставляет шансов и второму. Минус Вальтейш. Это все приходит на рампе. Но почему-то у нас обсервер автоматически пока что на Гриме. Который просто стоит в будке. И каких-то особо активных действий от него пока что не видим. Е-Юнайтед забирают. Видимо, на девятку. На конец-таки Грима забрали. Все, мы не будем больше наблюдать за этим игроком обороны. Надеюсь. Так, камера, камера. Спасибо, конечно, за труп. Мертвый уже. Е-Юнайтед. В принципе, близки. Взять у четвертого раунда. С, наверное, шансами стопроцентными. Должны забирать себе четвертые марки. Отстреливает. Спанжи и Иксид. Где же находится Иксид по точке Б, судя по всему? 4-0. Тем временем за командой Е-Юнайтед на пик соперника. За слабую сторону это очень крутой результат. Это 4 в атаке. Причем это только старт первой половины. До конца могут оформить себе и 7, и 8 без проблем. Кто знает, как все-таки повернется эта карта для команды Е-Юнайтед за командой Закьюст. Что у них будет за оборону? Пока что нолик в активе. И этот нолик как-то надо разбавлять. Пацаны захавать Самсу или попозже оставить? Интересный вопрос. Но я думаю, можно будет праздновать, когда Е-Юнайтед хотя бы первую карту возьмут. Поэтому Самсу пока что оставим. Будем смотреть за первой картой, а потом уже в перерыве можно будет покушать. В случае победы, конечно же. Хотя, если проиграют... Не знаю. В общем-то, решай. Решай сам. Пятый раунд. Кьюст. Второй девайсный раунд. За оборону. Наскали марки. Поле сексид. Ну, как-то слишком открытые. Подставился. Легкий ему за Е-Юнайтед. Под один смог, видимо, решили пройти улицу. Но Закьюст особо никак не мешает команде Е-Юнайтед в этом вопросе. Есть только позиции в мейне. У Спанжи как раз-таки. Смог летит. Смог летит. Ну и команды Е-Юнайтед собираются вместе. Оставляют пока что одного Муса. А мейне... Вольтедж. Ну, на страйфе пытаются Ванити на выстрел развести, но не получается. Это размин для команды Закьюст. Дальше выход также на снайперскую винтовку может быть. Но откидываются с маком плюс слэшками Е-Юнайтед. Марки подставляются также под снайперский девайс команды Закьюст. Ну и Е-Юнайтед все-таки дальше разворачивает свою атаку до конца на точку Б... че! господи, за что, марки земля пухом просто, марки за что? Купер за шо? 3 в 4 и удают остаются что я могу сказать, друзья? эм- эм- помогают команде ZQ заработать первый раунд на их пике, т.е. youths пытаются сделать Купер судя по такой хаешке Ну и, в общем-то Был паритет Стало меньшинство, но Муз отличный выход спину Вольтеджу И 15 секунд на последних таймингах Юнайта собираются до конца выходить на точку Б Но, в принципе, Закьюз особо не мешают Еще и подловили Снейкеста Неужели даже вот таким макаром Юнайта все-таки Закроют этот раунд Муз от Купера был шикарен, конечно Что я могу сказать Я подумал, что Закьюз все-таки оформит себе единичку Но... Пока что непонятно до конца Но, видимо, это уже автоматический сейф от игроков обороны Пятерых за Е-Юнайтед Да, оставь, но попозже все-таки Самсу Я думаю, что это будет правильное решение Не говори Е-Юнайтед, говори просто Юнайтед Ну... Хорошо, я постараюсь Но просто правильно все-таки Е-Юнайтед Хотя... Ну, возможно, некрасиво звучит, согласен Согласен Юнайтед А Лекра то ли Деннис на миражах Аэшка кинул и минус 3 своих дал Ну... Такие моменты веселые Они как-то разбавляются Все-таки Вот эти вот, возможно, в некоторой степени скучные раунды Это было весело 5-0 За команду Е-Юнайтед И пока что за атаку За квест, за кьюз, друзья Ладно, я не буду обсуждать этот момент, на самом деле, насчет произношения Каждая останется при своем мнении Спанжи в упоре Почему-то Фуд не стал как-то даже, чтобы проверять эту позицию Побежал на плюс В Еще и бомбу, кстати, отдают Е-Юнайтед Причем настолько далеко она находится, что подобрать ее Пока что нету возможности Команде атаки Мус еще и поджигдают Сгорел Но минус успел дать Что самое важное И 3-4 Е-Юнайтед Остаются Снэки запрыгивает на будку Минус Купер Марки тоже проигрывает эту перестрелку Противом по 9-й Ваните остается последним Показывает то, что Виновник всего этого торжества Мой тиммейт, который занес бомбу по точку А Знакомьтесь Ваните 1-4 Снэкис Забирает Ваните Но не спешит подбирать бомбу Ваните Не проходит все-таки скрип Это первый раунд за командой Закьюст Все-таки находит наконец-таки за сильную сторону Свой первый Раунд Игроки защиты Но опять-таки Всему вину Была бомба Если бы не бомба Раунд развернулся бы совсем И начали команды атаки Но вот куда-то бомбкерри Побежал Вперед баски Пекло И в итоге Там уже такую ситуацию Было разверлить Конечно очень тяжело Остальным парням Ну и в общем-то Седьмой раунд Ну то что пятерок Уже в атаке есть И это только седьмой раунд Первая половина Это хорошо За Что можно Поблагодарить Юнайтед Это за то что они взяли 5 в атаке Эксид Находится в ангаре Закидывают ему Здесь молики Ну вот позиции Конечно очень далековато Ваня Тебе Да проверят ли Да проверился Да Минус Спанжи Но Был повернут вроде как Марки к нему спиной Но потом Разворот В общем-то По Эксиду Также имеется информация Но Марки также Погибает от его рук ХП Очень мало Добивает фут Наконец-таки есть Минус И еще и Купер Забирает игрока Который решил у Сикрета Выглянуть На секундочку Ну и вот он Выглянул Это большинство За команды атаки Грим Вот это флик был Тут реакция Вот это понимаю Тигр-лев Грим Минус Мус Ну и вновь паритет Времени Времени остается Крайне маловато Бомба далековато Грим В будке Фут Щелочку все-таки Грим его перестрелял Остался один Купер С снайперской Минтовкой на руках Имеется И понимание Наверное примерно По Гриму тоже Но вот Пистолет в руках Не перестреливает Все-таки Аук в этой ситуации Хотя мог бы Снайперской Минтовки попытать Счастье Но решил Не рисковать Все-таки Купер 5-2 Возможно Это карма За ту самую Хаяшку Что сейчас Юнайт Два раунда подряд Команде За кью За оборону Кто знает Кто знает Но Экономика Еще в принципе На этот раунд Остается Уж На следующий Не знаю Если будет установлена Бомба То в принципе Юнайтед Должны в следующем Закупиться Но будем смотреть Сикрет Точнее Винты уже пропустили Одного игрока За кьюст И Есть там Есть там Как раз Возможно Игрок уже в спине Рампу проходит И Юнайтед Можно выходить дальше На точку Б Им тут никто В принципе В этом не мешает Тем более Позиция мусы Здесь Очень хороша Эксид Неужели пойдет Пушить И запушил Получилось Но дальше Выход на купера Не уменьшался Успехом Олик можно еще Накинуть Но марки Бибис граната Справляется здесь С гримом Спанжи Спанжи может Уходить На сейв Что я могу Сказать И это Скорее всего Шестой раунд За атакой Ретейк не состоялся Спанжи Купер Эксэмбок Появляется У грима Армор Будет ли армор В принципе 2300 Можно было бы Купить легкий Но решают Оставить денежки Снейкес Покупает Тяжелый Это десертыгл В общем Туда Докупают Пистолеты Плюс Но Плюс Эксэмбок Два десертыгла Леснейкес Икси Да Такой вот Сетап На 9 раунд От команды Зектиз Но Атаки В принципе Все Дефолт На СГшке Есть Марки Ого Свалился И второго Сюда же Вольтович Нормально Раскидал Сновый Эксэмбок Также пытается Работать Но у грима Нет армора И Пробежался По смокам Не самым Удачным Образом Мус Обновляет Смок Спасибо Спасибо За поддержку Иксид Услышал Муса Причем Это был Минус Без армора Для команды Точнее Для игрока Команды Зекюст Великий Новгород Екатеринбург Интересно Очень Даже Разовоз Так У нас тут Минус По улице И Купер Но дальше Его вольтаж Прожидает А вот Они и пистолеты От обороны Да Там был Девайс У Спанжи Но Как видите Спанжи Уже мертв Остаются Только за него Тиммейты Это Снэйки С вольтедж Иксид Которые в итоге По логике вещей Конечно Должны до победного Разыграть Эту ситуацию Против Купера 25 секунд Вольтедж Наверное Должен Как раз таки Именно сейчас В этом тайминге Закрывать Все попытки Выйти На На Плент Спинка Поворачивается 3-6 Закьюз Сокращают Разрыв Нет Друзья Я не Акроха Я не Акроха Десятый раунд Экономика Юнайтед Пока что Есть Харьков Кстати Нас еще смотрят Альятти Ну в общем-то Со всех Уголков нашей страны И плюс Украина Это конечно Приятно Друзья Что вы смотрите И это не последняя Бойство 3 серии На сегодня Потому что Впереди еще Сингулярити Против команды Еще Какой-то Если честно Уже не помню название Но в общем-то Там тоже Не совсем известный Коллектив Который прошел Открытые квалификации И теперь борется В закрытых За слот на минор Выход на рампу В исполнении Атаки Снэйкс Пропрыгнули Кстати Его очень удачно Здесь Юнайтед Ванити Хороший мув Ну и в итоге Оттягивается Игрок защита Обратно в плент Купер Пробрался В итоге В аквариум Спан же не ожидал Настолько близкую позицию Отношению к себе Увидеть Отличный спрей Срабатывает По двоим Но ситуация До сих пор 3 на 3 И бомба будет установлена Соответственно Ретейк От обороны В паритете Ох Какой же грамотный Смог Мус В ответ Конечно Ловит Хаешку И все Зек Юст Скорее всего Разворачивается В своем ретейке И отходит На сейв Потому что Очень грамотный Смог Был откинут От Муса Очень крутой И скорее всего Это уже Ну даже не скорее всего А точно 7 3 за командой Е-Юнайтед Втроем Накопали Сикрети Друзья И Класс Насчет произношения Это очень такая Знаете Щепетильная тема Которую я не очень Хочу затрагивать И обсуждать Да Я читаю Чат Все правильно Поэтому Друзья Пишите Ваши вопросы На которые Я постараюсь Ответить Но Не факт Но Как видите Стараюсь По мере возможности Пауза От команды Е-Юнайтед Ижевск Ну кстати Ижевск Тоже Хотела я посетить У меня кстати Была такая возможность Но Там был какой-то Форум Вроде как Можно было В Ижевск Попасть Но Не получилось По-моему Они так далеко Находятся В принципе Уж не знаю Сколько километров От Москвы До Ижевска Если знаешь Подскажи Я уж точно Не помню Три кота В доме Это ужасно Я-то с одним Еле справляюсь А у тебя Три Рейди команды 7-3 С 11-го раунда Продолжаем Друзья Смотреть И Что по сетапу The Cused Трофейная Ак-47 М-очки И снайперская Винтовка Вольтейджа Долгопрудный Кстати Интересно Где-то Находится Долгопрудный Интересное Название United Просто 5 Ак-47 Вот такой вот Сетап У команды Атаки В рамках 11-го раунда Особо Что-то придумывать Здесь не стали Хотя СГшка Довольно-таки Часто появлялась В руках То ли Купера То ли Еще кого-то Но вот Пока что Калаши В этом раунде Марки Накидывает Флешку Как на топол То здесь Но я думаю Что The Cused Потихонечку Понимают И Не то что Понимают А даже слышат United На улице Друзья Что вам станет От этого Если я буду Произносить The Cused Ну Если бы это Ужасно звучало Я понимаю Но Не пытайтесь Сейчас Перестроить Мое произношение Но вряд ли получится Потому что Я начну просто ошибаться Это будет Еще хуже Поэтому Все Закрыли Тему В общем-то Я Больше не буду Отвечать На эти вопросы 11 раунд United Наконец-таки На 30 секунде Пытаются Пройти В бэпплейнт Минус уже Оформили Также закрыли Ангар Вот Ситуация 5-3 На ровном месте Для атаки Снэйк Снэйк Сподловил На улице Еще здесь Маркин Отходит Но это Скорее всего Фраг Просто фраг И скорее всего Не ретейгли Команда The Cuse 7 секунд И бомба На месте Вроде как Еще и топ Здесь Вольточ Купор В поре Да Такая позиция Не проходится Очное обучение Друзья Сессия Начнется С 28 До 5 Июля Вот Такая история Интересно Почему вы думаете Что у меня сессия Я же Вроде как Ну я говорил Что я учусь Конечно в колледже Но до этого Разборки По тспамам Нашли Грима Остается Один Снекис И Его Видимо Дожимать Уже Юнайты Не собираются До конца 8-3 Первая половина За атакой Как Как вообще Можно было До такого Дойти На своем Пике Закюст 8-3 За сильную Сторон Только 3 Раунда Тем временем Ванте Покупает Видимо Мактен Думают Что пистолет У команды Закюст Но Не тут Было Там Девайс И только Одна Чешка Спанжи Ну и то Это не самый Простой Пистолет Снекис Нормально Прошел Но теперь Информация Полученной Дальтоник Очная Прошел Наверх Но тут Марки Уже Занимается Поисками Снекис Не удалось Провернуть Вот такую Вот аферу Все таки Игроку обороны Вольтыш Подловил Рампру Дальше Купер На него Выходит Неудачная Перестрелка Для игрока Атаки Меньше 100 Зарабатывается Юнайт Хотя Снекис Подловили Вроде как И Ситуация Была 5 на 4 А вот На уже И 3 На 3 От Муса Прилетает Минус по гриму Справа Дочекает Ли Все Нашел Спанжа Здесь Не жилец Ну и вот На пустая Точка Да Есть игрок На девятке Но Молик Его там Отзонили Бомба Будет на месте В кратчайшие Сроки Молик Прилетает По голове Фуду Ну и Эксид С девятки Откроется Ли Но понимание Есть По этой Позиции Ну все Вольтыш Эксид Попытка Засейвить Все-таки 9-3 За атакой На карте Денюк На пике Соперника Нет Эксид Не уйдет Вольтыш Остается Снайперской Винтовкой Ее конечно Желательно Было бы Унести Потому что Очень большое Количество Денюк Может быть Сэкономлено Ну а Вольтыш Также Не отпускает На вилке В итоге Находят Его игроки Атаки Это 9-3 Три подряд До этого Было Пять В общем-то Для Юнайт Пока что Первая половина За атаку На слабой стороне И на пике Соперника Складывается Все очень даже Удачно Да Кстати Следующая Веста 3 серия Будет Сингулярити Если что Поэтому Всех буду ждать На этом канале Чтобы посмотреть Этот матч Спанжи Кстати Судя по аватарке Он играл Сингулярити Наверное Все так и было Ого Вот это Закид гернатами От команды Юнайтед И проход Винты Грим просто Сгорел Там еще Ассист от флешки Ассист от флешки Также По эксиду От муса В общем-то Расстрел И уничтожение Игроков команды Цикюста Это последний вольт И Также он здесь Вместе с командой Быстро очень падает Под Спреем пуль 10-3 Десятка в атаке На нюке Вы представляете Это какой-то страшный сон На самом деле Комментатор Это что за игра В плане Какая Где Ты меня завел Немножечко в тупик 10-3 Друзья Дабылавик От команды Защиты Снэйки С вольтедж Отрывается дверь На мейн Отлетает молик Мус уже падает Это происходит уже какой раз Подряд Без проблем туда Падает И Занимает очень удачную позицию Купер Даблкил от Эксида На улице Тем временем Мус Идет Разменивается Находит вольтеджем Со вторым уже дальше Не справляется То есть фут Который добирает Лоха по Эксида Попытка репикнуть От Закьюст На улице Но там уже В принципе Юнайтеды Оттянулись немножечко Обратно в анти Скрипа Проверяет эту позицию Грим Но как-то неудачно Возвращается обратно Тиммейт Около мейна Где-то так же передвигается Пытается как-то Переглядить с панджи Которой Угу Не получилось В итоге еще и Эм Потерял бомбу И ванить И теперь Оказывается Не самая простая Ситуация для себя С панджи Хм Попадание есть Очень даже неплохое 6% Остается Здоровье 43 секунды Бомб подобрал Ну как теперь Выбираться Из Ситуации И Ретироваться Ждет Ждет Спанджи Байтит Спанджи Но все-таки Ваните Не заработает Так легко Тут фраг За Снекиса Наказал Точнее Наказал За промах Снекиса Но там уже Опять-таки Своевременный Размен от спанджи 4-10 Ладно За кьюст Еще побороли Здесь За четверочку За диффенс Ну и пятерок Можно в принципе Тоже оформить Почему бы и нет Да Ну с такой обороны Сами понимаете Конечно Какие шансы У команды За кьюст На вторую половину Вообще Навзять Эти карты А это Их же пик А вторая карта Будет Даст 2 Где Юнайтед Вряд ли Отпустят Вообще Потому что Эту карту Они Точно Хорошо Играют Судя По той же Статистике Вольтедж Сидел в зуме Ну и досиделся В общем-то Проход Сикрет Ванити Уже оказывается Очень близко К бэк планту И тут Акьюст Особо-то И не собираются Его здесь Останавливать Эксид А как его пропустили В спину Это минус Бомб кэрри Юнайтеды 4 в 4 И потерянная бомба На руках Такая ситуация Купер Встречает Снекиса Марки идет Вычислять Как раз таки Спину Подбирает бомбу Ну и теперь Стяжка под Рампу В исполнении Атаки Нужно быть И Возможный Выход на бэп Потопал Потопал Ну вот Купер Разменял В итоге Тиммейта Гримм Вместе С Эксидом Дальше Прожимают Асикрет Забирают Мус И ситуация Становится 2 на 2 Купер Побежал Ставить Плэнт А Ванити Занимался Правильным делом В итоге Подошел к винтам Дождался Перетяжки От Эксидом Сделал Сделал Свой минус Оставляя Свою команду В большинстве И теперь Гримм Соло 15 раунд Сейвить Конечно же Смысла нет Тут надо Ити до Последнего В этом Последнем раунде Первой половины Тем более Есть киты Есть киты Есть армор Из калашников В общем там Бомба сикает И позиции Просто перекрест На огонь Ванити Положил Ну просто Положил Лопатки С его соперник 11-4 Е Юнайтед За слабую сторону На нюке На пике Соперника Забирают 11 Раундов За первую половину Действительно Какой-то страшный Просто кошмар И сон Для меня Для Вообще Для зрителей Мне кажется Тоже Боюсь представить Что будет за оборону От команды Юнайтед Покупается Чешка от Ванити Плюс осколочные Гранаты сверху И Я думаю Что будут В остальном Арморы Плюс киты Покупает себе Купер Ну и команда Закью В своем сетапе Имеет В этом пистолет Тоже какую-то Раскидку И плюс 4 легких Армора Смок полетел Через скрип Остается флешка Спанжи От которой Будут ситуацию Свою закьюст Разыгрывать Ванити Пока что На девятке С чешкой Закьюст Проходит улицу Полезут на девятку Причем Все Практически Игроки Атаки Полезут на эту позицию Ванити В итоге Смещается Проверяет А секрет Никого здесь Не находит Спанжи Сидит в упоре Пока что Под скрипом Бомба установлена На плент Ну и вот он Ретейк от команды Юнайтед 5 на 5 Кто бы мог подумать Снэйкис Есть размен Мус находят Также быстро Хочет по гриму Снэйкис Отлеточка Развернулся Дал минус По марке В общем-то Купер тоже Влетает с этой Карты По крайней мере В этом раунде Так уж точно 11 5 Закьюст За атаку Тоже забирает Пистолетный Как сделали Это Юнайтед На первой половине Ну Довели до установки Планта Юнайтеда Если бы не довели Возможно Было получилось Так перестрелять Просто на контактах И выиграть Пистолетку Но в ретейке Не получилось Все-таки Разыграть Эту ситуацию 5 на 5 Ну это конечно же Форс Юнайтед себя чувствует Уверенно Понимая Что запас раундов Еще в принципе Есть большой Если быть точнее 6 И можно попробовать Рискнуть в принципе Ну Мэдден Ты молился На пистолетку И Кьюс все-таки Взяли Взяли вторую пистолетку Выход на плент Повторение пистолетного Хотя нет Просто сваливаются винты И Ванити уже бежит На перетяжке Видимо Хотя по факту Как раз таки Выход на АБ И зря он стянулся На рампу Хотя возможно Это уже автоматический Сейф от команды Юнайтед После понимания Всей ситуации Непонятно Спанжи пушит рампу Ну Не дожал чуть-чуть Зато с этим Справляется Ванити И вот Марки Да уже оказывается На кт-спауне Вместе С Купером И Фудом Который сейвит Два скаута Грим Подфармил Ванити здесь А вот вам и 6-11 Подъехали Или команды Закьюс Плюс Это был форс От Юнайтеда Соответственно В следующем раунде Экономики уже не будет Это будет Эко Это будет Эко Хотя если Купер Марки И Фуд Втроем подсейвит Эти скауты И чешку Можно еще как-то Будет разыграть И внести импакт В следующем раунде С этих девайсов Что ж друзья Извиняюсь Надеюсь Это было не столь Громко Вылез бы какое-то Уведомление Очень внезапно Ну что ж Коэффициент От нашего партнера Джебет На карту Деню Коррект мапскор Вот такое вот событие 1.21 И команда Юнайтед И их соперники Закьюс 5.60 Вот такие вот коэффициенты Пока что На данный момент Лайве Но мы смотрим Дальше за 18 раунд Пистолеты докупаются Ванить мус По 250 Игл И фуд Со скаутом На рампе Позиция Хорошая для того Чтобы отстрелять Кого-то С этим девайсом И повесить ваншот Но Кьюс туда не торопится Еще и ванити За спиной у фуда В общем-то тут Укрепление на рампе Довольно-таки крепкое Может быть за командой Юнайтед Купер Есть шот Осталось Повесить второй выстрел И это может быть Минус вольтейдж Кьюс задумались Аж спанжи Стал немножечко ФК Видимо что-то придумывают И шаманят В этом раунде Атака Так Ну пошли первые активные действия Струна От точки Марки А вот упорная позиция И чешка в руках Марки Которая дает Два минуса В этой ситуации И в общем-то Большинство за команды Юнайтед Но это скорее всего Будет ретейк Если вообще будет Можно еще раз Пойти по цеве Девайс Которые имеются на руках Пока они вообще есть Пока еще игроки Защиты В своем большинстве Живы Китов нет Китов нет Еще и Молик Здесь перекрывает девятку Молик заканчивается Фуд идет пикается скаут И нужен минус здесь Чтобы дальше разыгрывать Этот ретейк Девятки вываливаются Пока что по одному Мус также покивает Но Наконец-таки минус Но в ответ Кьюс Аж Три минуса Поэтому ванить Остается последним Еще 10% здоровья Без китов Ну в общем-то Все понятно Симе Семерок Для за кьюс Юнайтед Ну Наконец-таки Дождались Первого девайсного От обороны В рамках Второй половины Ну и чувствую я Что на первом девайсном Кьюс Скорее все должно Развалиться Ну Если обороны Сыграют очень Уверенно Семь Одиннадцать И Девятнадцатый Раунд Дрэгги Друзья Пять АК Сторых Седьмых У команды Закьюс Ну и конечно же Вся раскидка Денег хватает На гранаты Слышат Все передвижения Ванити на улице Своих соперников Флэш откидывается И Ванити смещается Лишь к винтам Грим Получает Очень много дэмэджов Устирал тиммейта В спину Все таки Мус его находит Переводочка от марки Очень Даже солидная Еще при этом Выживает с макак Но Снекис Все таки Находит его голову Бомба 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 Близко к Снекису Все таки Он ее подбирает Мус Остается пока что На улице В надежде на то Что все таки Игрок атак Атаки пойдет Перетяжку И выйдет на улицу Но Снекис пока что Пытается Удивить Но Удивить не получится Мус Сидел 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 И в общем то Дождался Последнего Того самого Минуса 12-7 Ну В общем то Как я и прогнозировал На первом девайсе Закьюс Не хватает силенок Чтобы одолеть Команду Юнайтед И на этом то Все может подойти К концу Нет друзья Американцы Не нулевые За КТ Просто Просто не было Давай снова Теперь был И Юнайтед Взяли себе 12-й Совершенно Без проблем Атака Последние деньги Надо цепляться За 20 фаунд Или потом Можно оказаться На счете 14-7 Ну Пошел проход По улице От команды Закьюс Юнайтед Уже понимает Что это возможно Будет беточка И там уже Закрывается смок Закрывается смоком Игрок обороны Флэш К Только через мейн Застали врасплох Будку Марк Есть плент Я почему-то нуждал Пока его тиммейты Заберут Сам не стал Открываться Только под конец Вышел Под игроков Атаки Это легкий Аплент Закьюс Мейден Это квалификация К американскому Минору Ну Что ж Вот нам Восьмой Юнайтед Сейвит Конечно же Все вместе Втроем На КТ спавне Снайперская винтовка Ук и МП9 Откуда Нет Ну так просто Кьюс Все равно Не собираются Прощаться Со своей карты Хотелось сказать И Забирают Восьмой Пытаюсь Разбить экономику Юнайтеда В принципе Это получается Сделать Но вот Если бы не Тридовайся Которая Сейвит Юнайтед Было бы Прям совсем Все супер Для Кьюс Но Возможно Раскинут Сейчас Ну Либо Докупят Марки Себе Например Эксэмку А Ванити Получит Юнпик Хотя Я думал Что будет Куплен Фамос Но Решили Еще раз Еще раз Еще раз Скажу Спасибо Спасибо За то Что Смотрите За то Что Наблюдаете Даже В столь Позднее Время Вместе Со мной Смотрите За американским Counter-Strike Я вас Постараюсь Порадовать Еще эту Карту Вторую Возможно Третью И последняя Беста 3 серия Singularity Против команды Сейчас Я посмотрю Чтобы вам Точно Сказать информацию По поводу Этого матча Singularity Против команды Bad And News Bears Интересно Тоже Коллектив Вообще Которые Прошли Получаются Открытые Кабификации Теперь Поборются На закрытых Заслот На Американский Минланд Но Тем временем 21 раунд И Юнайтед Попытает Часть Все таки С таким Сетапчиком Оформить 13 И Сбить Темп Немножечко Командить Закьюз Купер Во многом Конечно На нюкеза Защита Зависит От снайпера И пока что Купер Себя Никак не Показывает За атаку Были Действительно Хорошие Минусы От Купера Ну Даже Возможно С снайперской Минтовки Марки Положил Одного Сексенки Крокодил Работает Ну Вот Купер Ну Какой же Ключевой Момент Промахивается И уходит На кт Вроде как Кюст его отпускает Флешки Смоки Раскинул И Действительно Ушел Выжил Ванити Вот как Это происходит Гримм С одним ХП Остается Прошивает Смока Забирает Ванити В голову И за кюст Оставляют За собой Паритет И Поставленную Бомбу На Точки Марки С ХМ К Крима Добивает Но 7% Здоровья На такой Дистанции С ХМ В принципе Не проблема Слева Дочекает Лью Есть Марки Это Трипл Килл Уже С Крокодила Дальше На этом Заканчивается Своя серия Убийств И Спанжи Закрывает Также Второго Это был Фуд Купер Вместе С Мусом Остается Вдвоем Снекис Очень Красный Можно С пистолета Добить Также Тейком И забираю Тринадцатый Раунд Для своего Коллектива Выходя На счет Тринадцать Восемь Через Семь Часов Египа Биологии Ну Удачи тебе Чтоб ты сдал Без всяких Нервяков На Пятерочку Давай Тащи Ну Лучше Конечно Иди Поспи Потому что Сон Это важная Составляющая Все-таки Успеха Людей Фу Хай Вот нам Было Действительно Плотно И потно В прошлом Раунде Но Юнайтед Все-таки Оказались Сильнее Друзья Это пик Команды Закью С карты Данюк Вторая Карта ДАС-2 Юнайтед Выбрали Вылик Второй Выход на Аплент И тут Ванити Разбирается С двумя Зажался ЛКМ И по Третьему Есть Минус Так вот Для Ванити Все Интересно Складывается Он еще Четвертого Хоронит Не давая Дойти ему До плента Даже 14-8 За командой Юнайтед Ну все Парни Разультились И Не собирают Отдавать Эту карту Да Я крокодил Крокожую Буду крокодить Марки Конечно Шикарно Отыграл Получается Позапрошлый Раунд Трипл С Иксэмки Да Там был Один минус По лоу Хпшному Игроку Но В целом Было сыграно Очень отлично С Иксэмки Тактикал Пауза Третья Над командой Террористов Ох Не дождусь Дастов Все-таки Потому что Юнайтед Играют Очень круто Эту карту Ну да Второй Мы сегодня Конечно Смотрели Но Еще раз Не против Не против Посмотреть Понаблюдать Да Что б ты Сдал Да Давайте Пожелаем Этому человеку Чтобы он Сдал Геопобиологии И все Было у него Хорошо Вторая Карта ТАС 2 Алексейка Пик Команды Закьюст Ребята Если вам не сложно Отвечайте на вопросы Других людей Потому что По картам Не всех имеется Информации И да Помогайте Помогайте Все-таки Ориентироваться Остальным парням В шате А вот и дошли До того момента Когда Закьюст Остается с пистолетом Причем без арморов Не дефолтные Вот только Один вольтедж С глаком Но оно и понятно Потому что Снайпер Ему надо поцелить Как можно больше монет Мус пошел В агрессию Но слишком Там много игроков Атаки Поэтому Надо повременить Под флешку Разбирается Купер Успел Разменяться Прям в тот же момент Хаешка Вот это классная Эксиду Достался Калашников Видели? Это просто Хаешка Великолепная Была чудесная От команды От команды Юнайт Эксид На халяву Получается Себе Калашников Смуса Вот так вот Подсобил По-моему Опять это был Купер Ну что же У него За хаешки Сегодня То взрывается Его То Калашников Подбрасывает Своим соперником Ох какой Купер То сегодня Казачок Засланный Командой Зекьюз Так Ну пока что Затишье Перед бурием 55 секунд Остается У игроков Атаки Ситуация 4 на 4 Открывается Скрип Иван Посматривает На сторону Этой позиции Фут Пытается Не пропустить Рампу Накидывает Еще и осколочную Сверху Ну На 15 хелспоинтов По-моему Зарядил Ванити Внезапно Сваливаются винты Купер Забирается на девятку В общем-то Готовы к выходу На точку Юнайтеда Судя по позициям Купер Есть промах Но Берет руки Юсп И дальше Со спанжей Разбирается Еще и Марки На реакторе сидит Спокойно себя Чили Приходят тиммейты А Ванити Потеряли Но есть фут Еще вместе С Купером Здесь уже не отпустят 15-й за командой Юнайтед Это маппоинт На пик соперника Еще 7 в запасе Причем Всем ребят Удачи Кто сдает до сих пор Экзамены ЕГЭ Не ЕГЭ Сессию Друзья Чтоб все хорошо У вас прошло И чтоб все сдали Летом И летом Потом уже В оставшееся время Отдохнули Как следует Но пока что 24 раунд Ванити Зажал Отлично Не растерялся Игрок обороны В этой ситуации Забрал Снекисом Хотя вроде как Это должен быть Энтри за командой Закьюз Муз На улице Разбирается Садим Гримон Накаляет 1% здоровья Ванити Уху Купер Ванити Похороны Команды Закьюз На ровном месте Просто на улице Закрыли Всю эту карту Со счетом 16-8 Юнайтед Поздравляем Со взятим Пиком соперника И осталось Теперь взять Только даст 2 Свою карту Чтобы выйти дальше По верхней сетке На следующего оппонента Где их уже В принципе ждут Тим Ван И команда Фурия Вместе с оставшимися Командами Которые выигрывали Сегодня свои пары Скорее всего Это Клоуд Найн Энерджи Впереди По моим предиктам Уж не знаю Конечно что будет По факту Но друзья Пока что музыкально Рекламная пауза И после этого Возвращаемся На вторую карту На пик Команды Юнайтед Всем еще раз спасибо Что смотрите Совсем скоро К вам вернусь